Всем привет! И с вами снова канал Ontario 365 и это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym. И сегодня мы приготовим с вами кабачковую пиццу, для которого нам понадобится 3 кабачка, 1 перец, 2 помидора, немного зелени, 50 грамм сыра, 2 столовые ложки кукурузной муки, 3 яйца, а также 100 грамм любого мяса, у меня была запеченная курица. Причем с того, что отрезаем попки кабачкам, после чего натираем их на крупной терке и это самая долгая и мучительная часть этого рецепта. Если вам понравилось это видео, не забудьте оставить под ним лайк и написать свой комментарий. Затем отправляем кабачки в дуршлаг и солим. Теперь нужно их как следует отжать, чтобы вся лишняя влага вышла, потому что так приготовление этого блюда в духовке займет намного больше времени. Теперь я оставляю это дело где-то на 15 минут, для того, чтобы вся оставшаяся вода стекла. Временем нарезаю перец соломкой. Сейчас сезон кабачков и это блюдо как никогда актуально и просто находка для тех, кто не знает, что приготовить из них. Также это блюдо отлично подойдет для тех, кто не любит кабачки, которые их не переносят на дух и вообще просто терпеть их не может. В этом блюде вы даже не поймете, что основа из них разве что догадаетесь по цвету. Затем нарезаю помидор. А сейчас я вас как и всегда приглашаю к себе на канал Ontario 365, где вы сможете найти много других полезных рецептов. А также совсем недавно у меня вышло новое видео паштет, который ничем не отличается по вкусу от покупного, но это только по вкусу, потому что он состоит из трех простых ингредиентов и содержит минимум калорий и действительно максимум вкуса. Так что если вас заинтересовал такой паштет, то обязательно заходите ко мне на канал Ontario 365 и вообще я уверена, что вы найдете рецепты, которые придутся вам по душе. Также нарезаю зелень. Зелень. Вот такое огромное количество у меня выделилось из кабачков. Я ее сливаю и в миску отправляю обратно кабачки, туда же добавляю 3 яйца и все перемешиваю. Затем добавляю туда кукурузную муку, а также зелень. Все хорошо вымешиваю и наша основа для пиццы готова. Затем отправляю ее в силиконовую форму и равномерно распределяю ложкой по поверхности. Продолжение следует... А затем я отправляю туда начинку. Это у меня вначале идет курочка, затем идут помидорчики и после этого перец. Начинку вместо мяса вы можете использовать грибы, к примеру, и просто помидор без перца. Вообще начинку можно миксовать, добавлять совсем другие ингредиенты, не такие как я. Отправляю все это в разогретую до 180 градусов духовку где-то на 25-30 минут. После чего пиццу я посыпаю сверху сыром и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку где-то на 5-7 минут для того, чтобы сыр расплавился. Вот такая вот вкусная и полезная пицца у меня получилась. Продолжение следует... Продолжение следует...